Не могу сказать, что у нас тут сложные времена, они всегда у нас были непростыми, особенно для вас, потому что вы, как всегда, заступаете на передовую линию, потому что вам лицом к лицу предстоит работать с нашим населением. Я говорил недавно председателю райисполкома в школе, скажу и вам, ни в коем случае не торопитесь. Всегда давайте людям шанс. Придете в коллектив, установите срок, предоставьте всем, кто хочет работать, шанс. Не рубите с плеча. Но и не откладывайте в долгий ящик решения кадровых вопросов. Вот пусть себя покажут до конца года, а дальше принимайте решение. Второе, опирайтесь не на своих людей, как у нас принято. Вот я оттуда возьму, пришел с какого-то Всеславского района в Хотимский, я оттуда за собой целую плеяду людей заберу. Во-первых, там люди нужны, не надо их перетаскивать. Во-вторых, не надо рассчитывать только на личную преданность и дружбу. Все-таки это должны быть профессионалы и должны быть люди, преданные нашему государству. Прошлый год нам показал, кто есть кто и в каком направлении выстраивать кадровую политику. Вы в основном будете работать в сельскохозяйственных районах, основой которой является сельское хозяйство. Поэтому обратите на это самое серьезное внимание и прежде всего на исполнительскую дисциплину. Мы научились сеять, убирать, растить, а вот дисциплина порой губит все. Не будет дисциплины, толку не будет. Не надо сегодня кричать и стонать и рыдать, ах, рынок все отрегулирует. Ничего не отрегулировал за четверть века. Нужна дисциплина. У нас нет шальных денег, у нас, когда мы спим, труба не работает, ни нефтяная, ни газовая. Деньги не капают на счета, нам надо своими руками все делать. Поэтому можно было где-то махнуть рукой, плюнуть на что-то, а рынок вытянет, если бы рядом лежал огромный мешок денег, шальных денег. Цены на нефть поднялись в два раза, в два раза больше денег. На природный газ следом за нефтью потянулись цены. Деньги есть. У нас этого нет. Поэтому человеческий фактор. А в этом человеческом факторе главная дисциплина. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Должна быть система, четкая требовательность к людям. Люди должны знать, что делать и контролировать. Когда держишь под контролем, вопросы решаются. Чуть упустил из-под контроля, дал слабину. Некоторые думают, можно и не делать. Надо приспосабливаться тому кадровому потенциалу специалистов, которые имеем. Не надо все время стонать и рыдать, что не хватает специалистов. И обратите основное внимание на те хозяйства, которые сегодня слабенькие. Их в районе из 12, в основном 12-15 хозяйств. 3-4, не больше. Остальные нормально работают. Они не ставят вопросы по специалистам, ветврачам, зоотехникам или агрономам. А вот на 3-4 хозяйства сделайте упор. То есть надо маневрировать, надо приспосабливаться к ситуации. И не лезьте в вопросы, которые и без вас можно решить. Приезжайте в хорошее хозяйство для того, чтобы душой, как я говорю, отдохнуть. Не мешайте им работать. Что касается Минска, работы предостаточно. Главой администрации Ленинского района вам работы хватит. Не меньше, чем в милиции. И надо посмотреть, как военный человек сработает на этой должности. Я уже давно говорил, у нас много ребят, которые и на пенсию уходят пораньше. Ну слушайте, они еще нам пользу принесут на других должностях. Поэтому не надо смотреть на это. Не надо бояться, что тут... А, вот Лукашенко делает ставку на военную. Что касается Белформации. Ну, понятно, какая там ситуация. Там было все непросто. Мы большую ставку сделали на здравоохранение, в том числе и на Белформации. Порядок там надо наводить. Займитесь ценообразованием. И будьте сами очень аккуратны. Вы пришли со стороны. И вы знаете, как на это посмотрят некоторые. Не обращайте ни на что внимания. Надо обращаться, будем помогать. Спасибо.